Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И в рамках этой программы мы продолжаем рассуждать вместе с моим коллегой Вадимом Родионовым на актуальные темы политики и развития общества Латвии в рамках, скажем, программы «Зима близко». Да, и вы тоже можете присоединяться к нашему разговору по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Код для тех, кто звонит из-за рубежа, плюс 371. Напишите нам в WhatsApp 2306191. И наша программа возможна благодаря нашему коллеге Родиону Золотареву, который сейчас находится за пультом. За стеклом или за стеной, если говорить языком моего сериала, который взят в основу нашей программы. Мы на примере «Игр престолов», книги и фильмы, экранизации в общем-то рассуждаем о политических явлениях, знамениях. Хотя Денис возражал, как я уже говорил, против этого обозначения. Но, тем не менее, опять же, уже не первый раз мы встречаемся в студии и приходим к выводу, что некоторые политические партии у нас как раз основываются на знамениях, на некой такой мистификации, язычестве. И, в общем-то, процессы, которые сейчас происходят в нашей политике, во многом обусловлены именно этими, казалось бы, средневековыми историями. Как раз сегодня, должен сказать, некоторое совпадение. С утра у меня была лекция на тему средневековой культуры. И когда техника не слушалась нас, и я с трудом нашел, где кнопка электричества, я подумал, ну как же я начну лекцию о средневековой культуре? И в рамках 90 минут мне нужно было рассказать, скажем, о гигантском массиве информации. И тут, когда вдруг случайно компьютер все-таки заработал, я понял, что произошло маленькое чудо. И наша лекция началась с темы чудесного, чудес того, что, по сути дела, находится вне логики или, может быть, живет по законам особой логики. Возможно, по таким же законам или сценарию развивается и создание нового правительства в Латвии. Совпадение? Не думаю, как говорит известный работник телевидения в России. Поэтому сегодня мы хотели бы посвятить нашу дискуссию как раз теме правительства и решили до начала эфира поговорить о том, что, казалось бы, больше никому в нашей стране не нужно. Речь идет все-таки о продолжении темы интеграции, темы включения, темы того, как мы можем сосуществовать вместе, потому что не забудьте, что Культ Просвет уже четвертый сезон подряд все-таки предпринимает попытку найти общее культурное пространство там, где, казалось бы, есть одни только впадины, трещины и раздоры. Поэтому я думаю, что мы сегодня хотели бы посвятить время тому, что, кажется, никому уже больше не нужно, как я его подчеркнул. Но все-таки необходимо, потому что в прошлый раз мы тоже говорили о том, что признание другого, неважно какого человека или коллектива, это все-таки часть качества жизни. И я должен сказать, что, может быть, начнем с некоторых путевых заметок. Я только вернулся из Хельсинки. И каждый раз, когда я приезжаю в этот мой любимый город, я ощущаю, что в этом городе признание и право существовать, право другому существовать в пространстве, может быть, культурного большинства, обеспечивается не только формально, не только законами, статьей или какими-либо красивыми документами политики, которые мы тоже умеем создавать, но это своеобразный консенсус общества, где другой человек, будь то его инаковость по состоянию здоровья, может быть, по каким-то другим особенностям, особенностям, а не дефицитам. Все это имеет право быть, потому что это есть часть признания и большинства, интересов большинства. Таким образом, старинная английская пословица «жить и дать жить другим», она все-таки функционирует в странах, где люди скорее ищут пути не для раздора, а для создания общего пространства, ибо так как мы хотели бы пить воду хорошего качества, ездить по хорошим качественным дорогам, мы хотели бы жить и в обществе, которое не пропитано раздорами, стереотипами, страхами, ненавистью. Но вот здесь я хотел бы дополнить, как мы понимаем демократию, и как демократию понимают демократические, простите за тавтологию страны, потому что в нашем понимании, в понимании латвийского государства, как мне кажется, демократия – это власть большинства. И все. В мировой, если мы говорим старой демократии, это власть большинства с учетом интересов меньшинства. И, соответственно, даже с учетом интересов меньшинства, это значит, что большинство не может диктовать, оно не может быть доминирующей такой диктаторствующей силой. У нас получается немного другая история, мы часто этим прикрываемся, и мы видим на примере формирования правительства, опять же, этот принцип. Большинство определяет, что да, у нас есть 51, потенциально у нас есть 51 мандат в Сейме, и все. То есть 100, у вас там 23, 25, вы просто не попадаете вот в эту нашу, условно говоря, группу по интересам, и сразу выбрасывается за борт, и даже не обсуждается возможность включения вот этой конкретной политической партии. Я сейчас не говорю о конкретной политической организации, учитывая обстоятельства. Мне просто интересно, что у нас в принципе не работает принцип учет интереса меньшинства. Он вообще не работает в нашей стране. В этой связи я опять бы хотел сказать, что формально мы, скажем, являемся частью международных организаций, которые обязаны соблюдать права национальных меньшинств, и это происходит. В то же время социологи, исследователи подчеркивают то, что происходит некоторая музеизация национальных меньшинств, то есть они каким-то образом перемещаются в пространство этнографии, этнографического музея, но и мы уже в прошлый раз говорили о том, что вся латвийская культурная политика во многом начинает напоминать, скажем, постройку дополнительных помещений этнографического музея, которые будут распространяться как бы в рамках всего латвийского государства. Иными словами, нам с Вадимом очень остро не хватает футуризма, нам не хватает идей будущего. Я не говорю о тех, может быть, несколько наивных идеях космоса и гуманизма, которые были в 60-е годы, 70-е годы, когда человечество как таковой обнаружило то, что оно не одно может быть в этом мире или хотя бы может выйти за границы, скажем, притяжения и таким образом обнаружить просто другие миры, другие ландшафты, и это дало гигантские толчки для искусства, для музыки, для восприятия реальности. Мы говорим о чем-то достаточно практичном и приземленном. Мы говорим о том, как мы в ближайшие десятилетия будем существовать в рамках латвийского государства, мы как общество, а не как нечто формальное, потому что мы уже говорили, опять же, что государство есть сумма людей, которые его создают, и тем самым имеет право его и менять. А это всегда консенсус и сложнейший диалог. Речь не идет о интересах экономических группировок, то, что мы сейчас наблюдаем в рамках создания правительства, где нет дополнительного ресурса министерства, будем расшатывать. Дадите нам какую-то, я не знаю, новую посылку там с интересными вкусными вещами, мы согласимся. Если отберете у нас очередную морковку, мы опять сделаем вам какую-нибудь маленькую гадость. Таким образом, мы постепенно переходим, скажем, в категории такого латвийского длительного сериала с достаточно плохими сценаристами, и это начинает уже утомлять. Ну, на самом деле, я недавно посмотрел сериал «Домашний арест» про мэра небольшого российского города, в котором также, в общем, как мне кажется, достаточно интересно показана борьба за власть на таком провинциальном уровне. Чем-то мне он напомнил историю про наше правительство и те интриги, которые сейчас мы наблюдаем. Там что-то скрыто за пеленой, что-то, в общем-то, очевидно и заметно политическим обозревателям. И вся эта история уже превращается в такой даже не театр. Я бы сказал, что это уже для театра слишком хорош для этой истории. И это не цирк, потому что не хочется обижать цирк, которого у нас, кстати, в стране уже не осталось, потому что цирк закрыли, но у нас есть еще сейп. Наверное, слава богу, мы можем наблюдать за этими процессами. Но вот, как мы говорили за эфиром, сейчас в обществе появилась апатия, полнейшее безразличие ко всему, что происходит. И, наверное, это самый страшный сценарий, потому что, когда есть злость, когда есть эмоция, когда есть раздражение, это значит, что пациент живет. Он страдает, он мучается, он выражает какое-то недовольство. Это как боль, которая дана нам для того, чтобы понимать, что с нашим организмом что-то не так. Сейчас в обществе, как мне кажется, наблюдается полнейшая апатия. Все равно, кто будет премьером, все равно, кто будет президентом, все равно уже, кто будет министрами, потому что никто никому больше не верит. И, кстати, Анда Чакша, которая стала депутатом Сейма, тоже кардинально поменяла свои взгляды. Как вчера я писал портал Микс Нью ЦЛВ, когда она была министром, она болела за деньги, когда она стала депутатом и не стала министром, а сейчас Союз Зеленых и Крестьян, судя по всему, остается в оппозиции, она стала болеть за людей. И, соответственно, вот эти все ее реформы, она уже из лоббиста этих реформ превратилась в их противника. Вот такая милая, приятная история серии «Как же можно было не обещать», которую мы проходили уже не один раз. И люди просто разочарованы, люди уже, конечно, никому не верят. Да, я с тобой согласен, что это действительно начинает напоминать дешевый фарс. И цитируя один роман британского писателя второй половины XX века, я видел все, кроме слонов. То есть, на самом деле, это действительно напоминает цирк. Но если серьезно, то нам жить в этом цирке. И мы не можем просто похлопать клоуном и поаплодировать и уйти, потому что нам, в принципе, придется расплачиваться за низкий уровень планирования политики, государственной политики. Мы говорили о том, что наше несчастье – это отсутствие длительного стратегического развития нашего общества. Видение нашего развития, в принципе, является всего лишь кратковременной комбинацией тех уже упомянутых экономических и политических группировок, что предлагается нам как, скажем, потребителям. Прежде всего, это старый, добрый, проверенный национализм, который, я должен сказать, существует условно в рамках обеих групп этнических. То есть не будем сейчас представлять мир черно-белым, и мы как раз этого хотели бы в нашей программе избежать. Мир очень пестрый, очень сложный, но то, что нам предлагается – это старый черно-белый телевизор, который даже не в состоянии держать границы между, скажем, черным и белым, и все время приходится… Да, приходится постоянно стучать по деревянной крышке для того, чтобы хоть что-то различить, потому что многое не находится в публичном пространстве. Мы до сих пор еще технически не в состоянии полностью проследить, как, допустим, голосуют наши депутаты, те, кого мы выбирали. Сейчас, во время голосования в рамках Брексита, мы можем всегда в BBC увидеть колонку, как голосовал депутат, допустим, вашего конкретного округа, и проследить за его или ее политической позицией. Итак, национализм упрощает, создает врагов. Национализм во многом, если мы не говорим о культурной политике, а говорим о национализме как о агрессивном движении, это прежде всего разделение мир на своих и чужих. А чужие, как всегда, носят какую-то негативную окраску, нагрузку, и они часто являются, скажем, псевдо-виноватыми в наших собственных проблемах. Поэтому все время появляется старая тема «мы и они», и она заразила, по сути дела, все наши источники, то есть мы все отравлены в какой-то степени этим, потому что мы постоянно питаемся этими черно-белыми картинами. Поэтому я за сложность этого мира. Вот я как раз-то упомянул национализм и сложную картину. Вчера появилась информация о том, что влепые школьники русских и латышских потоков устраивают массовые драки. Более того, создаются специальные группы в Фейсбуке, где ребята собираются для того, чтобы идти бить других. Эта история не новая. Я, кстати, как раз вспоминал из своего детства. Это было и в 90-е годы. Это, как вчера звонили нам и рассказывали, радиослушатели были и в 70-е, и в 60-е, и в 80-е. Но, тем не менее, этого давно не было. Вот последнее десятилетие, сейчас как раз в соцсетях активно идет такой флешмоб, это 2009-2019. За последние лет 10 я не слышал того, чтобы массовые драки, стрелки, так называемые, устраивались по национальному принципу между школьниками. Сейчас вот, судя по той информации, а ей можно доверять, учитывая, что Лепайская полиция вчера дала пресс-конференцию, на которой прокомментировала эту историю и подтвердила этот факт. Это как раз результат вот того пещерного национализма, той примитивной картины мира, которую очень активно продвигают некоторые политические партии, выдавая ее в качестве вот тех, кто виноват в том, что у нас плохая медицина, плохое образование, плохая социальная сфера и так далее и тому подобное. Для подростков, у которых еще не сформировано критическое мышление, которое гормональный фон, эмоциональное восприятие еще на очень высоком уровне, они видят этот мир черно-белым и они начинают действовать. Вот это как раз печально. Или может быть наоборот. Я бы хотел подростков немного попытаться защитить. Дело в том, что они нередко чувствуют острее, они чувствуют, когда им лгут, они чувствуют, когда с ними общаются, как с детьми, они далеко не дети. Не зря романтики говорили, что ребенок есть отец человечества. То есть, скажем, юные души, они обладают, может быть, какой-то незатемненной, незамутненной, скажем, правдой или ощущением того, что мир может быть действительно лживым. В какой-то степени они... Но эмоциональное восприятие, студенческие беспорядки, опять-то слишком острое восприятие. Но студенческие беспорядки, они в какой-то степени были темой солидарности. Потому что те французские и немецкие студенты, которые в 68-69 году вышли на улицы и во многом даже захватывали заводы и фабрики и становились, что называется, у руля нового правления, то есть это было нечто напоминающее французскую революцию 18 века. Они создавали пространство солидарности с рабочими, которые действительно становились жертвами эксплуатации нового экономического бума. Они остро реагировали на социальную несправедливость. И, например, тоже в Великобритании шахтеры и, например, сексуальные меньшинства, они в 70-е годы во время забастовок и стычек с полицией, они могли быть солидарны друг с другом. И солидарность и, скажем, в какой-то степени ощущение того, что это не только мой маленький дом, это то, что отсутствует у нас в стране. То есть солидарность почему-то все еще пахнет какой-то советчиной. Хотя Лех Валенца и антисоветское движение в Гданске, которое, в общем-то, во многом способствовало развалу Советского Союза, носило тоже движение солидарности. Да, не только название, но и сама суть. Поэтому, например, я часто рассказываю моим зарубежным друзьям и гостям, когда мы говорили о предыдущем экономическом кризисе и о том, насколько пострадали люди, которые работали, скажем, в потоках госбюджета, они удивляются, почему никто не выходил на улицу. То есть наша зонтичная революция, она, собственно говоря, выродилась в то, что подростки разбили несколько витрин элитных алкогольных магазинов или ювелирных изделий. Это 2009 год. Да, несомненно. То есть таким образом получается, что солидарность отсутствует в нашем пространстве, она должна вернуться. Это одна, скажем, одна из предпосылок. Следующая тема, говоря о национализме, еще одно откровение, не знаю, как прорегирует на это национальное объединение, возможно, они будут в шоке. Но национализм и патриотизм – это разные вещи. Национализм – это ненависть. К чужому патриотизму – это любовь к своему. Да, есть агрессивное движение, которое во многом в 20 веке и в 21 веке приводит к исключению, к дискриминации, к ксенофобии. Мы должны сказать об этом абсолютно откровенно. Патриотизм – это пространство, идея, ощущения, действия, которые нацелены на то, чтобы в нашем общем пространстве нам было хорошо. Нам означает – нужно уметь делиться. И таким образом солидарность в какой-то степени – это еще и возможность поделиться и своими интересами, и своими правами. Нередко, и это видно, к сожалению, и в рядах национальных меньшинств, по моему опыту, представления о правах человека, они тоже иерархичны. То есть это в какой-то степени очередь. Нет, вы здесь не стояли. Или нет, я бегала за кошельком. То есть нет, права человека как универсальной категории не есть роскошь для богатых обществ. То есть это опять, если мы говорим о качестве жизни, это та же вода, это тоже воздух, тоже образование и так далее. То есть это среда, которая становится для нас качественной, где мы все можем в какой-то степени развивать свое будущее, свою карьеру именно на основе равноправия. Здесь, мне кажется, еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. В условиях такого перманентного кризиса, мы знаем, что происходит в медицине, я уже упоминал проблемы в образовании, в общем-то общество, еще как раз, если по пирамиде Маслов, которая знаменитая, еще не прошло вот этот этап, когда, то есть мы находимся, как бы это грустно ни звучало, еще на стадии некого выживания, нравственного, эмоционального, не физиологического, к счастью, хотя и эта проблема тоже для Латвии актуальна. Для многих людей из маленьких латгальских деревушек. Да, именно выжить, чтобы там было что есть. Мы не перешли еще на этап формирования вот некой такой философского осмысления того, что происходит, и для нашего правящего класса это удобная ситуация, потому что общество еще находится в той стадии, когда просто нужно выжить. Вот как бы это ни звучало, да, мы не Африка, в том смысле, что есть бедные африканские страны, где люди, дети умирают, потому что им нечего есть. Мы, конечно, чуть выше, но все равно сейчас, как я вот даже разговариваю со своими друзьями, со своими знакомыми, достаточно успешными людьми и в финансовом смысле тоже, ни у кого нет уверенности в будущем. То есть есть ощущение, что будет с этой страной, многие рассматривают, наверное, придется куда-то уехать. Наверное, мои дети куда-то хотят уехать. Это глобальное явление, к сожалению, здесь мы не можем от него избавиться ни в одной стране мира. Мы можем снизить этот уровень. Мы можем снизить, мы можем попробовать создать то пространство, в котором будет лучше и легче жить. И опять же, я хотел бы повторить, что именно тема солидарности очень необходима, потому что мы видим, что солидарность может сдвигать какие-то темы с мертвой точки, солидарность может увеличить давление на правительство, потому что, ну, ясное дело, разделяя властву, великолепная формула. Это то, чем сейчас занимаются наши партии в парламенте и занимаются на протяжении этих десятилетий. То есть, таким образом, в принципе, мы находимся в состоянии такого, скажем, ну, может быть, мы заторможены или, не знаю, зомбированы. Может быть, было бы слишком резко сказать, потому что есть критические голоса, есть критическая пресса, есть критические проекты, тот же «Квадрифрон», вот молодые ребята, которые учатся общаться и с русскоязычной аудиторией. Не всегда это происходит на русском и не должно происходить на русском, да, потому что… Ну, должно происходить на языке, который удобен данной аудитории. Несомненно, да. Таким образом, в принципе, я думаю, что во второй части нашей программы мы могли бы поговорить о том, я уже упоминал это в прошлый раз, вот наказ крестьян такого-то уезда нашему будущему премьеру. Судя по тому, что сериал наш продолжается, еще неизвестно, кто это будет, то есть… Восьмой сезон. Да, то есть, как бы, Каринч – это еще не все, и, может быть, не последняя инстанция, но если он будет, если он слышит и знает, то мы хотели бы пожелать ему, скажем, создать правительство, которое могло бы реализовать несколько другие цели и приоритеты, а какие мы об этом расскажем вам чуть позже. Да, но я хотел бы еще обратить внимание на некое знамение, на некий символизм, который присутствует… Уже неужели помета? Нет, господин Каринч, его фамилия переводится как «Войнушка», и человек не выбирает фамилию, это, безусловно, ни вина, ни какое-то его достижение, но, тем не менее… Манишна кукольная в этом есть. Да, в этом, безусловно, есть некий символ, и, не знаю, может быть, это будет маленькое победоносное, может быть… Может быть, он быстро сможет преодолеть все разногласия и действительно въехать в Сейм на белом коне, в конце концов, двери позволяют, это будет очень эффектно. Ну, если он въедет в Сейм на белом коне, то, в общем-то, наверное, мы не зря проводим эту программу, в том смысле, что мы действительно вернемся в Средневековье. Но поговорим об этом через несколько минут. Да, а перед тем, как мы идем на рекламную паузу и на выпуск новостей, я бы хотел процитировать то, что недавно увидел в одном книжном магазине в Петербурге. Я думаю, это всем нам пригодится. Берегите голову, читайте книги. До скорого. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию после небольшого перерыва. Напомню, зима близко. Такова тема нашей сегодняшней передачи. Мы обсуждаем актуальные темы в латвийской политике, экономике и других областях вместе с моим коллегой Вадимом Родионовым. Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев также работают в студии. И телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Для тех, кто звонит из-за рубежа, код плюс 371. Также пишите нам по WhatsApp 230-6191. Отправляйте ваши комментарии, мы также будем их зачитывать в нашем эфире. Итак, да, наказ крестьян, ну нет, не барин, мы все-таки уже крестьяне освобожденные, не крепостные, нет. Так вот, наказ из губернии Н. Я думаю, что если бы в новом правительстве был мудрый министр образования, он или она, неважно, нужно было бы постараться радикально поменять образ латышского языка в публичном пространстве. Язык не как орудие, допустим, наказания, как нечто, что преследует и наказывает, а нечто, что приглашает. Ну, как сказал вчера радиослушатель Норманд, который звонил в наш эфир, именно носитель латышского языка, он сказал о том, и это правильная мысль, как мне кажется, он сказал о том, что язык должен быть орудием, а не оружием. А, наоборот, да, орудием, да. Да, орудием труда, а не оружием разрушения. Тогда мне не хватает ощущения языка каким-то образом. Иными словами, мы хотели бы видеть латышский язык как пространство, в котором все мы можем участвовать. Да, пусть иногда с ошибками. У меня, например, проблемы с гарумзием, я их просто не слышу. Нет, нет, я их выдумываю там, где их нет. У меня более творческий подход к этому. Но не в этом суть. Суть в том, что я, например, в общении с моими эстонскими коллегами слышу, что эстонский язык становится пространством для включения этнических меньшинств. Язык этот сложный, финно-угорская группа. И в какой-то степени это язык, через который люди входят в пространство, им пока может быть малоизвестное, что-то в нем узнают, познают, начинают участвовать и получают. И во многом, я думаю, еще один вопрос, если мы говорим о признании, сейчас я скажу, видимо, что-то, что будет совсем ересью, я думаю, что не стоит бояться присутствия языков национальных меньшинств в публичном пространстве, не только русского языка. Разнообразие обогащает. Разнообразие приглашает, и в конце концов люди могут войти в культуру латышского языка, латышской культуры, истории прошлого, понять и принять тогда, когда это будет приглашение, а не наказание. Когда это не будет то, о чем говорят, допустим, эксперты в области прав человека, когда это не будет превращаться в языковую полицию. Когда это не будет, как у Набокова, приглашением на кайф. Да, а когда латышский язык, используя, допустим, молодежную лексику, будет секси. Когда латышский язык, это означает, что я могу наслаждаться качественной работой латвийских театров, когда я могу видеть интересные фильмы, когда я могу участвовать в разговорах, допустим, со своими одноклассниками и так далее, или просто увидеть мир еще с другой стороны. Это потребует, конечно же, и изменения политики средств массовых коммуникаций, СМИ, пространства, в котором национальные меньшинства должны видеть себя тоже. Не имеет смысла доносить до них только на латышском языке мнение, допустим, права радикальных партий. Речь идет о том, что язык становится пространством для наполнения его и политическим месседжем. Ну, здесь, мне кажется, еще очень важный момент. Язык как инструмент, как орудие – это хорошая история, но если игнорировать то, что есть русский язык, родной язык для значительной части населения, и всегда создавать ситуацию, что есть правильный и есть неправильный, это будет вызывать отторжение и отчуждение. Не надо пытаться, а сейчас это происходит, просто зачистить это поле, сделать все, чтобы человек, для которого русский язык является родным, ощущал, что он живет в каком-то неправильном пространстве, живет с какими-то неправильными мыслями, он думает на неправильном языке. Вот вся эта концепция, которая, в общем-то, пропагандируется на уровне нашего правительства, на уровне нашего государства, есть один правильный язык, и что бы вы ни думали, вы должны этому подчиняться. Я не собираюсь отказываться от своего родного языка, я не собираюсь, в общем-то, разделять точку зрения о том, что я должен, в общем-то, защитить свой мозг, полностью погрузиться исключительно в латышское культурное пространство, вычистить все, что у меня было до этого и, в общем-то, стать своим тогда. Вот это мы сейчас наблюдаем, к сожалению, на уровне такой политической риторики. Это то, что хочет Нацблок, это то, что поддерживают другие партии, потому что Нацблок, так уж случилось, стал одной из доминирующих политических партий в нашей стране, к моему большому сожалению. То есть, вот эта концепция полной защистки собственного мозга для того, чтобы был только латышский язык, только латышская культура, только латышская поэзия, только латышская литература, только латышская музыка, вот этот принцип вызывает, в общем-то, приводит к обратному эффекту. Как мне кажется, это вызывает отчуждение, раздражение, злость, отрицание, а в конечном итоге такое наплевательское отношение к всему, что, в общем-то, пытается не дать правительство. Или школьные баталии, о которых ты говорил. Школьные баталии, безусловно. Потому что, действительно, скажем, школьники могут выражать свое ощущение, будем откровенны, но кому действительно приятно не принадлежать, не быть, быть вне круга, быть исключенным. Это очень неприятные ощущения, если они длительные. Это чувство изгнания. Да, если они наполняют жизнь не только молодых людей, но и жизни их семей, то в какой-то степени мы понимаем, что начинает циркулировать большой поток негативной энергии, которая будет выражаться в подобных драках. Уважаемый будущий премьер-министр, кем бы вы не были, фамилию впишем позже, судя по всему. Пока войну. Да. Мы очень хотели бы жить в Европе. И мы считаем, что в конце 80-х, когда многие жители Латвии, неважно какого этнического происхождения, и латыши, и русские, и евреи, и армяне и так далее, были либо диссидентами, либо каким-то другим образом участвовали, скажем, в разрушении тоталитарного режима, эти люди прежде всего думали о свободе. Люди отдавали свою жизнь за свободу, не только здесь, в Москве, в других городах. Мы бы очень хотели жить в той Европе, которая уважает и права человека, и ценит свободу как пространство, которое не является чем-то эксклюзивным. Эта свобода должна быть максимально широким понятием. И я бы хотел жить в Европе. Свобода требует, к счастью, сейчас, мы живем в такое время, когда, хотя в определенных странах, где идут воины, требуют жертвы физических, но свобода требует в том числе и большой работы человека. Быть свободным – это значит признавать свободу другого человека и отказываться, возможно, от каких-то своих убеждений и стереотипов. Потому что быть свободным, потому что я принадлежу к этой национальности, а вот этот человек к другой национальности, и, в общем-то, все равно мне, что с его свободы, это неправильная история, и это не делает свободнее того человека, который считает, что вот его конкретно этническая, религиозная, любая другая группа, вот она свободна, а там хоть трава не растет. Так это не работает. Это иллюзия, это не свобода. Свобода – это когда ты умеешь, в общем-то, как ты правильно говоришь, всегда понять, занять, погрузиться в пространство более другого человека, и, в общем-то, чувство эмпатии, принять эту боль, и, в общем-то, исходя из-за этого уже, в общем-то, требовать одинаковых прав для всех. Не от того, что вот он мне не нравится, потому что условно он черный, да, ну такой расистский, я сейчас до примитивного уровня довожу ситуацию, вот мне он не нравится, потому что вот они все такие. Это не свобода, это не демократия, это не европейское мышление. У нас, к сожалению, пока вот это так примерно работает. Да, именно поэтому мы действительно хотели бы жить в Европе. Вы уж постарайтесь, уважаемый будущий премьер-министр, как-нибудь обеспечь так, чтобы мы все-таки не скатились обратно и географически тоже, слишком на восток, но нам бы хотелось как-то хоть, пусть и не по уровню зарплаты и благосостояния, но хотя бы географически жить на Западе. Мы, будучи крестьянами губерниен, люди темные, но слыхали о том, что демократия, это оказывается для всех. Да. И очень хотели бы, чтобы вы нам тоже хоть как-нибудь это могли обеспечить. Вот у нас есть звонок. Звонок, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да. Меня Алексей зовут? Да, Алексей, слушаю. Ребята, вы так правильно все говорите. А вы не хотели бы приглашать в студию устраивать дебаты с людьми, которые придерживаются другой точки зрения? Так у нас же постоянно, у нас же эфир 8 часов в день, у нас и политики, и дебаты, и мнения, все. В рамках нашей программы мы рассуждаем с Денисом как раз на все эти темы. У нас такой небольшой дуэт. Да, дуэт. Может быть, какую-то другую программу организовать, именно чтобы приходили люди, которые действительно отстаивают такие тезисы, против которых вы говорите. Да, спасибо. Мы можем подумать о разных форматах. Может быть, есть еще звонки? Да, нет, сейчас пока... А есть, да, вот сразу прорвался еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ольга. Да, Ольга, слушаю вас. Вот 20 лет назад, в 99-м, в 2000-м годах, я получала второе высшее образование на экономику Суладбас факультата в университете. И вот я помню, наша весьма уважаемая преподавательница сказала нам, лекции на латышком языке, естественно, проходили, вот, она сказала нам, что нас привлекают к обсуждению законов, привлекают, да, но когда мы говорим, даем свои рекомендации и говорим, что этот закон работать не будет, закон все равно принимают, вот, и он не работает, понимаете? То есть вот как слышат политики, даже политики слышат профессионалов, понимаете? Вот, это уже 20 лет подряд происходит. Теперь второй момент. Вот первая моя профессия – это инженер-энергетик. Так вот, в энергосистеме есть такое понятие в энергетике – опрокидывание системы, опрокидывание систем. К сожалению, у меня не сохранились эти учебники, но постарайтесь погуглить, да, выяснить, что это такое, и вот вместо электрических величин поставьте величины, характеризующие социальное общество, социальное общество, да, то есть социальные величины, да, и посмотрите, в каких случаях происходит опрокидывание системы, чем это характеризуется и чем это заканчивается. Спасибо. Спасибо вам. Ну, вот хороший такой пример. Это хороший пример, большое спасибо, и в то же время это еще и импульс для дальнейших размышлений. Есть еще звонки? Да, очень много у нас радиослушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, Лариса, слушаю. Рыба гнезд головы, как известно. У нас в Думе до сих пор не признают фракцию согласия. Ее считают рукой Москвы, русские такие-сякие. Так что же вы хотите от рядовых граждан, когда им постоянно внушают, что согласие – это русская партия, а все русское – это очень плохо. Ну, вот так и получается потом. И драки на улицах, и, вы знаете, я стояла один раз на улице, стоят две старушки. Одинаково плохо были одеты, обстрепаны. Ну, одна из них говорит, вы русские, я во всем виноватый, а вторая говорит, вы утеши, я во всем виноватый. Вот на бытовом уровне то и такое иногда бывает. Спасибо. Да, спасибо. Лариса, еще звонок с отцепримет. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Пожалуйста. Орвался, да? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Игорь. Да, Игорь, слушаю вас. Ну, мне кажется, все очень просто, несмотря на то, что здесь звучали очень такие высокие фразы, объединяйтесь и так далее. Все просто. Разделяй и властвуй. Мы с вами согласны, да. Это метод, который... Да, раздели людей по сортам, по цвету волос, по принадлежности к той или иной группе и делай свои дела, зарабатывай на этом дивиденды и так далее. Это первое. Второе. Есть государственное мышление у политиков, есть хуторское. Вот мне кажется, все-таки хуторское мышление, оно преобладает последние 30 лет, уже скоро, и просто у людей, ну, не могут раздвинуться границы дальше вот этого мышления глобального, то есть что со страной происходит в целом. И третье. То, что 30 лет спустя происходят такие инциденты на национальной почве, ну, я считаю, что это провал полностью, потому что это уже поколение, которое будет расти, будет расти своих детей уже в соответствии, ну, вот с такими вот тенденциями. То есть за 30 лет, по сути, не создали единое общество. Да, спасибо вам. Да, мы с вами согласны, потому что, к сожалению, действительно попытка выйти из пространства стереотипов и клише, но это всегда очень тяжелый индивидуальный процесс. Очень многие его просто не совершат. Ну, вот обрати внимание, что буквально на днях один эксперт сказал, что уровня северных стран, среднего уровня северных стран, ну, в Швеции, Финляндии мы достигнем через 30 лет. Отмотаем время на 30 лет назад, что нам обещали, через 30 лет мы будем жить хорошо. Ну, живем, конечно, лучше, чем 30 лет назад. Я ожидал коммунизма, который должен был, по идее, появиться, когда я должен был в школу идти, в начале 80-х. Да, но в 71-м уже стали строить развитый социализм, поняли, что идея коммунизма уже не сработает. Да, я соглашусь с нашим радиослушателем, и, в принципе, мы таким образом могли бы перейти, может быть, в, скажем, в заключительный период нашей программы на обсуждение темы, а что произойдет, если ничего не произойдет. То есть, если наш наказ от крестьян из губерния так и не будет услышан, то каковы, собственно говоря, наши печальные перспективы. Но перед этим еще небольшая просьба от нас, Смердов, нашему будущему премьеру. Мы, в принципе, вне зависимости от того, какой этнической группе мы принадлежим, можно перечислить все 160, имеющиеся в Латвии, и большие, и малые, не в этом дело, мы все так или иначе хотели бы быть латвийцами. Ясное дело, что лингвистически очень тяжело придумать обобщающий термин, но, по сути дела, мы хотели бы все быть частью этого общества. Пожалуйста, вы уж позвольте нам хотя бы попробовать. Мы, может быть, и ошибемся, как я говорил, люди темные, неграмотные, но, может быть, у кого-то и получится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы немножко заглянули бы в Конституцию и подумали, она соответствует идеям 21 века или нет, потому что лояльность что-то очень нас, крестьян, пугает. Кто будет лояльным, а кто не будет? Как это узнать? И у кого спросить? Конституция, как гарант, в общем-то, существования латвийского государства, к сожалению, после истории с преамбулой, в общем-то, уже не является тем основополагающим документом, на который можно было положиться. Она потеряла во многом свою невинность. Дальше, о чем я думал буквально на днях. Я думал, что вот случись какая ситуация, и учитывая расклад в Сейме, Конституцию в любой момент можно будет поменять. И Конституцию стали менять уже в угоду сиюминутным политическим интересом. Я считаю, что история с преамбулой, когда, в общем-то, разделили на основную нацию и всех остальных, это, в общем-то, возвращение, опять же, как мы любим говорить, в некое наше такое прошлое, в такую архаику, в разделение. Почему я, как человек русский, рожденный здесь, мои родители рождены здесь, почему меня притесняют к некой неосновной нации? Что это вообще за этническое деление? И почему этничность, которая, в общем-то, не зависит от человека, это не то, чем можно гордиться, в том смысле, что ты просто родился таким. Вот родились в роддоме русский Ваня и латышский Янец, они одинаковые дети, но их уже разделили. А представь себе какой-нибудь рассказ в стиле Диккенса, где их случайно поменяли в роддоме. Ну, просто медсестры, допустим, перепутали и в результате, когда там принцы нищие, да? И вот выросли они, оказывается, в чуждом им пространстве, не подозревая этого. И, в принципе, я думаю, что мы действительно видим, что основной закон Латвии становится всего лишь пространством для сиюминутных интересов. Это не отцы-основатели, это не те люди, которые создавали Конституцию, учитывая, кстати, интересы всех проживающих на тот момент. И говоря уже тогда о латвийском народе. А здесь получается, что господин Левиц, который когда-то метил в президенты, ну, к счастью, его тогда не избрали, теперь метит снова, причем метит, по моему мнению, вульгарнейшим образом, никто его еще вообще не упомянул, нигде не номинировал, ему так хочется стать президентом, что он уже сам, собственно говоря, почти вот себя выдвигает, как бы. Но это печально, к тому же еще печальнее, что он стал человеком, европейским человеком года в Латвии, то есть я считаю, что это как раз человек, который отдаляет нас от европейского пространства. Но это мое субъективное мнение, и пока оно имеет право быть. В этом момент в Европе он сделал не потому, что он очень умный и хороший, и в конкуренции выдержал. Мне трудно судить, я абсолютно безнадежен с юридической точки зрения. Я просто объясню сейчас ситуацию. Все должности, которые у него есть, это выдвижение латвийским правительством. То есть, грубо говоря, он не стал, не приехал в Европу с одним, там, не знаю, с одной котомкой, да, и, в общем-то, завоевал. То есть это не СИЛИ, а выдвижение. Хорошо. Но в любом случае, то, что он постарался романтизировать основной закон латвийского государства, который должен, обязан стоять над этническими фантазиями, над этническим романтизмом, он украл у латвийского общества документ, который мог включать всех. Теперь этот документ стал проекцией, в какой-то степени, политики памяти и романтических версий о старине, которая, простите, которая не доказует. Опять же, Игры престолов. Мы возвращаемся в некий такой средневековый мир, где разделяя их власть. Легенды, они становятся символическим капиталом. Легенды становятся реальностью, к сожалению, в таком уже не романтическом виде. Да, но те, кто рассказывают легенды, имеют право, или они это право узурпируют, рассказывать правильные легенды. Попробуй сделать другое окончание сказки. Можешь быть исторгнут. Есть у нас еще звонок? Да, у нас три линии бесперебойно работают. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, как вас зовут? Анатолий. Да, слушаем вас. Все выступающие тянут одеяло на свою сторону. Вспомните советское время. В Латвию приезжали отдыхать, радовались, и всегда были приятно приняты, что здесь другая культура. Все выступающие тянут одеяло на свою сторону с тем, чтобы все-таки русская культура здесь существовала. Никто не заставляет отказываться от своей этничности, но нужно уважать государство, в котором приоритет латвийский. Несомненно. Мы постоянно, если вы слушаете нас продолжительное время, мы постоянно подчеркиваем то, что мы есть часть латвийского общества, мы граждане, мы хотим быть частью тех процессов, которые здесь происходят. Мы владеем латышским языком, насколько это возможно, и уважаем латышскую культуру и латышский язык. Поэтому в этом смысле не стоит, может быть, превращать нашу дискуссию в то, что кто-то должен кому-то принести какое-то справа. Это упрощение. Очень популярное, кстати, упрощение, которое связано с тем, что если ты критикуешь, например, те процессы, которые тебе не нравятся, будучи представителем определенной национальности, тебя очень легко обвинить в том, что ты льешь воду на мельницу Кремля. Наоборот, наши дискуссии как раз нацелены на то, чтобы Кремлю здесь было тяжелее работать. Мы призываем к тому, чтобы латвийское общество было единым. Единым, думающим и критическим мыслящим. Да, и единым в своем разнообразии. Мы поэтому и будущего премьера, кто бы ни был, кого нам Господь пошлет, просим убедительно развивать тему, как это происходит в Германии, как это происходит в Великобритании, в Финляндии, развивать идею того, что мы все латвийцы, что мы есть часть латвийского и латышского культурного пространства. Чем больше будет таких людей, тем сильнее, стабильнее и интенсивнее будет латышская культура и язык. Это, условно говоря, кого пригласите, с тем и будете вместе жить. А делать эксклюзивный формат, в конце концов, люди эмигрируют. Очень мало носителей латышского языка. Это не возможность продлевать и продолжать эту культуру. Это возможность как раз в какой степени потерять часть культурного капитала или, может быть, коллективной памяти. А если включать других, то они будут просто-напросто участвовать, они будут изучать этот язык и передавать его вместе с историей Латвии и латышской культуры дальше. Это, по-моему, простите, это просто примитивнейшая формула сохранения любой культуры в рамках глобализации. Ну, плюс демократия, это, на наш взгляд, с Денисом, это единственная возможная форма правления для Латвии. Не тоталитарная, не авторитарная, не какие-то... Не президентская республика. Ну, вот нас, это субъективная программа, мы здесь, безусловно, высказаны с точки зрения, ни меня, ни Дениса, в общем-то, не устраивает. Я не хочу жить при авторитарной модели, я не хочу жить при тоталитарной, тем более, модели. Я не хочу жить в стране, где все ходят строем и выполняют четко указания центра. То есть, вот как раз это то, за что мы боремся. Мы боремся за демократию, мы боремся за то, чтобы люди не боялись говорить правду, не боялись говорить свои мнения и не боялись говорить вещи, которые кому-то могут показаться нелояльными, если они, конечно, в рамках законодательства, есть разжигание розни, территориальная целость и прочее, все прописано в криминальном кодексе. Но когда есть некие абстракции, которые выдают за вот некую реальность, там, будь лояльным. Что значит быть лояльным? Что я, как живущий в Латвии гражданин, не имея права говорить, что мне не нравится то, что происходит в нашей стране, в нашем государстве, в нашем правительстве, и меня сразу обвиняют, поскольку ты говоришь на русском в том, что, допустим, я сейчас упрощаю, это не всегда так происходит, и не все так темно в нашем лицу. Но, тем не менее, я буду говорить эти вещи, потому что я считаю, что при демократии я не то, что имею право, я должен эти вещи говорить, а не изображая, что мы живем в чудесной, идеальной стране с идеальными правителями. Знаете, мы проходили уже эту историю с идеальными правителями. Давайте перенесемся в Россию 30-х годов. Был Бог, Царь, Божество с усами и оспинами, которые, в общем-то, я общался с людьми, и мне рассказывала бабушка моей жены, которая видела Сталина, а потом была на похоронах Сталина и чуть не погибла в этой давке. И она говорила, я шла, свернув шею, смотрела на него и думала, что я, ребенок, 14-летний, готова отдать за него жизнь, потому что он мой Бог. Вот это тоталитарная модель, когда человек заменяет Бога. Я не хочу жить в таком обществе, в нашей маленькой, надеюсь, будущем счастливой стране. Ну вот, осталось только включить Марсельезу в качестве фона. Уважаемые радиослушатели, большое спасибо за ваше участие, за поток вопросов, за ваши критические комментарии, за вашу поддержку, за замечания. Мы продолжим нашу беседу в ближайшее время. Зима близко. Эта тема у нас будет продолжена в конце января, в феврале месяце тоже. На следующей неделе, 21 января, в 5 часов в рамках Культ Просвета встречайте питерских поэтов и, пожалуйста, приходите 19 января в 8 часов в культурный центр Канипы на встречу с петербургскими и московскими и латвийскими поэтами. Поэзия будет звучать на латвичском и русском языках, а поэзия этнических границ не знает. Большое вам спасибо. В студии был Вадим Родионов. Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев. Это была программа «Зима близко» в рамках программы «Культ Просвет». Спасибо всем, всего доброго и до свидания.